Алексей Смирнов, одноразовый доктор Лечи красиво Доктор М приобрел роскошный медицинский халат. Старый потерся, нового не выдали, и он решил ни в чем себе не отказывать. Поехал в большой магазин медицинской одежды и там очаровался. Стройные манекены с бесстрастно-бескорыстными лицами были сплошь в прекрасных дипломах. Уверенные диагносты, ловкие хирурги, аккуратные прозекторы. Неприступные сестры. Халаты на всех были разные, и доктора М буквально околдовал манекен с пояснительной табличкой. Главврач. Халат был государственной расцветки. Преобладала белая, но было и красная, представленная крестами на лацканах и синяя окантовка. Поясок, манжеты, симпатичный кармашек. Доктор слегка оробел, но поразмыслил и напыжился. Ничего страшного. Ни состава, ни события преступления. Не запрещено. Так что халат он купил и явился в нем на работу. Сослуживцы встретили его со сдержанным, доброжелательным ядом. Сестра-хозяйка округлила глаза и похвалила искренне, машинально вырвалась у нее. Сестры назвали доктора М. женихом и первым парнем на деревне, а коллеги чуть задержали взгляд на крестах, криво хмыкнули, но никакой откровенной зависти не выказали. «Зря вы это», — сказал ему только забредший на огонек окулист. И оказался прав. На исходе третьего дня демонстрации доктора М. пригласил к себе главврач. «У нас есть общепринятая форма одежды», — заметил он, озабоченно сдвигая брови и несколько переигрывая в родении о нормах. «Впервые слышу». «По умолчанию общепринятая», — надавил главврач. «Это негласное правило. Мы все делаем одно дело, и никто не должен выделяться». «Даже вы?» — доктор М. покосился на дорогие предметы, расставленные на дубовом столе. «Я могу. Главврач — лицо учреждения. Он имеет право отличаться от остальных. А вы, будьте любезны, сменить спецодежду». Доктор М. задумчиво окинул взглядом стены с развешанными дипломами и сертификатами. Задержался на медвежьем чучеле в колпаке. Колупнул ногтем иллюстрированную Библию. «Не трогайте», — подал голос главврач. Доктор М. вышел, расстегиваясь на ходу. Сестра-хозяйка подобрала ему подобающий халат, временный, с желтым пятном и кривыми черными цифрами на подоль. «А где же ваша красота?» — спросила она. Доктор М. мысленно пообещал себе поквитаться. С ней тоже. Но уже потом. Пятидесятилетний юбилей главврача отпраздновали с размахом. Среди подарков оказался и халат с вышитой шелком должностью, чтобы уж никто не обознался. Впрочем, обознаться было нелегко. Помимо вышивки, халат был украшен звездными эпалетами и радужным аксельбантом. На одном рукаве красовалась медицинская эмблема — змея и рюмка. На другом — шеврон, скрещенные скальпель и шприц. Шитый золотом пояс был оснащен ножнами. Для секционного ножа, пояснили юбиляру. Доктор М., который все это и придумал, отсиживался в дальнем углу под начальственными дипломами и сертификатами. Он ухмылялся в кулак, зная, что начальник не найдет в себе мужества отказаться. Так и вышло. Халат был поистине великолепен. Настоящее произведение искусства. Главврач облачился в него уже на следующий день. Нет, раньше, конечно, накануне, то есть сразу после вручения. Но рабочее время перетекло в торжество, а потому ношение не засчитывалось. Переодевшись, он немедленно отправился в инспекционный обход своей богадельни. Надо сказать, что большинство пациентов отнеслось к его появлению с пониманием и уважением повышенного градуса. Дерзость позволил себе только завхоз. Его никто не трогал, потому что, боялись, уйдет. Завхоз умел такое, чего не умел никто. Этот седой, усатый мужчина в комбинезоне мрачно прищурился на главврача и почесал в затылке огрызком карандаша. «Реконструируйте что-нибудь», — осведомился он. «Это как понимать?» «В историческом смысле. Что-то гусарское». «Гусаров я в истории медицины не знаю», — надменно отрезал главврач. «Мой идеал — великие и самоотверженные врачи. Мудров, Пирогов, Павлов». Павлов не носил эпалеты, — возросил завхоз, обнаруживая неприятную эрудицию. У него был хирургический халат на завязочках сзади. Главврач шмыгнул носом и пошел прочь. Настроение у него немного испортилось. Однако, часа через пол, он снова разволновался. Судьба продолжала его баловать. Секретарша маялась на пороге. «Приглашают на вручение почетной грамоты», — сообщила она. «Это за что же?» — встрепенулся главврач. «Пишут, что за успешное прохождение санитарно-эпидемиологической проверки. Диплом европейского образца. Вот, уважаемый Козлыня Борисович, приглашаем вас на торжественный акт. Ну-ка, ну-ка, где это?» Адрес внизу, правда, это в психиатрической больнице. «Ну и что? Там постоянно проводят разные мероприятия. Пожалуйста, читайте. Конференц-зал. Это известное место. Встречи с избирателями, собрания фракций, государственные праздники, елки». «Да разве я против, Козлыня Борисович? Обратите внимание, форма одежды рабочая». «Понятно. Значит, будет еще какой-нибудь семинар». «Который час?» «Поспейте. Это к двум». «Скажите, чтобы машину придержали. Пусть никуда не уезжает. Я позвоню и сразу спущусь». Неделю спустя доктор М сидел на ступеньках черной лестницы и курил в помойное ведро. На подоконнике устроился окулист. «Значит, визжал?» «Ага, как резанный. Он не дошел до конференц-зала. Приняли сразу. И давай он визжать поросенком. Уж увели его далеко и двери захлопнули, а визг еще снаружи было слышно». Доктор М загасил окурок, крякнул и встал. «Идем?» Оба они, в отличие от начальника, до своего конференц-зала дошли. Там уже все расселись и приготовились встретить нового главврача. Тот не заставил себя ждать и словно вырос из-под длинного стола, румяный, кудрявый, в толстых очках и переполненный жизнью. «Говорят, его как раз выпустили», — шепнул окулист. «Откуда?» «Я оттуда же». Так что место освободилось. Там и тут. «Дорогие друзья», — заговорил новый главврач. «Коллеги, начну с основного, ибо театр начинается с вешалки. Да, речь пойдет об одежде. В этом разрезе произойдут неизбежные перемены. Равняясь на великого доктора Павлова, мы с этого момента переходим на хирургические халаты с завязками. Попрошу маркетологов разработать эмблему, чтобы вышить ее спереди на груди. Что-нибудь цеховое? Может, змею с рюмкой? Нет, змея — это слишком мрачно и не в струю. Лучше, наверное, изобразить министра здравоохранения. Пусть будет министр. С рюмкой. Пусть он с нею стоит. Надо будет подписать, чтобы поняли. И не забудьте про гимн. У нашего заведения обязательно должен быть гимн. Голубчик Врачи покоились в прозрачных саркофагах под потолком. Саркофаги были поставлены вертикально, подобно гробам из витрины похоронного бюро. Вместилища радовали глаз разнообразием цветов. Бежевые, лазоревые, розовые, сиреневые, фиолетовые. Врачебные халаты были под стать. Все это великолепие размещалось на возвышении под потолком. Доктора оставались неподвижными куклами с распахнутыми глазами, именуясь лечебными модулями. В изножьях убедительно сверкали золотым напылением скрижали, сертификаты и дипломы. Благодарные отзывы ползли бегущей электронной строкой. Стояла почтительная ко всему сущему тишина. «Они правда живые?» спросил Филипп. «Киборги», — серьезно ответил приказчик. «Наша клиника опирается на живое, проникновенное взаимодействие с индивидуальным настроем на личность посетителя». Многие перешли из государственной медицины. «Половина, к сожалению, нынче отсутствует. У нас корпоратив. Приехали артисты, будут конкурсы. Мы заботимся о наших сотрудниках». «А почему они не шевелятся? Им сделали какой-нибудь укол?» «Боже упаси! Просто высочайшая дисциплина!» «Это второй краеугольный камень наших привлекательных основ». Филипп, задравший голову, прошелся вдоль модулей. Приказчик бесшумно сопроводил его. У Филиппа скоропостижно развился натоптыш, который окончательно подкосил его слабое душевное здоровье. Ему хотелось избавиться от напасти в условиях семейной заботы и откровенного сострадания. Он просмотрел поясняющие таблички. «Батюшка», «Сударь», «Душенька», – показал пальцем. «Мне бы вот к этому на прием». «Модуль голубчик», – одобрительно кивнул приказчик. «Выбор понятный и разумный. Предупредительный стиль общения, двойная задушевность и вдумчивый учет всех обстоятельств. Плюс, разумеется, комплексное лечение натоптыша и не только». Филипп придирчиво рассматривал доктора. Классической медицинской наружности, немолодой, с бородкой клинышком, седой, в очках. Владеет всеми методами диагностики и лечения. Стаж 40 лет, высшая категория. Правительственные награды, 98% положительных отзывов. А почему 98%? Чем недовольны еще два? «До них просто не дозвонились», – улыбнулся приказчик. «Ну, тогда давайте меня к нему», – сдался Филипп. «Не вас к нему, а его к вам», – со всей солидностью уточнил приказчик и махнул рукой. Пропел зумер. Сиреневый саркофаг полыхнул огнем, и от него протянулась сверкающая лестница. Медленно поднялся стеклянный колпак. Доктор моргнул, расплылся в улыбке, выставил пухлую ладонь и сошел по ступеням. «Здравствуйте, голубчик», – заговорил он, качая седой головой, заранее укоризненно, – что же вы, дескать, не следите за своей особенной ножкой? «Четвертый кабинет», – кивнул приказчик. В четвертом кабинете доктор засуетился. Он снял с Филиппа пальто, застелил кушетку и коврик одноразовыми простынками. При виде натоптыша всплеснул руками. «Как же вы запустили процесс, голубчик?» Филипп вдруг ощутил себя маленьким, несчастным и капризным. «У меня еще болит голова и спина чешется», – пожаловался он. «В поликлинике со мной даже разговаривать не стали». «Это в первый раз. Во второй просто вывели». Взмахнув полами халата, как ангельскими крылами, доктор порхнул в кресло и принялся бешено печатать. «Хирург сказал, что я мудак», – продолжил свою повесть Филипп. «Так, так», – закивал доктор, не отрывая глаз от экрана. «Голубчик». «Я пошел к экстрасенсу, а он с меня даже носки не снял». «Возмутительно», – огорчился доктор. «Я сниму». «Ложитесь быстренько на спинку». «Нет, сначала на живот. Я ее почешу». Он проворно снял с Филиппа все лишнее и лизнул на топтыш длинным красным языком. «Вы молодец, голубчик, что к нам обратились. Я пропишу вам подготовительный этап – оздоровление окружающих тканей. Тогда мы сможем удалить этот вредный очаг без всяких последствий для организма. Сперва придется полежать в барокамере и там попить через трубочку нашу особенную биологическую добавку. «Потом, голубчик, с учетом ваших личных особенностей, я применю к вам лазерный магнит тотального действия и общего охвата. Закончим мы этот приятный этап щадящим иглоукалыванием ушей и пиявочками на зону бикини. Так-то, голубчик вы мой». От радости за то, что все так славно решилось, доктор раскрутил кресло и принялся в нем вращаться. «Голубчик, вот, посмотрите сюда. Сначала вы непременно пройдете полную диагностику организма и родственников». Филипп уставился в смету. «Стойте, стойте», — забармотал он. «Что вы мне тут насчитали?» «Задавайте вопросы, голубчик, задавайте. Для этого я и здесь». «Что за херня? Тут на полмиллиона. Голубчик, голубчик». Не одеваясь, Филипп вскочил и надвое разорвал смету. «Опрометчиво», — заметил доктор, бородка распушилась, сверкнули очки. Филипп бросился к выходу, но тот проворно подставил ногу. «Тариф эконом», — воскликнул доктор. Он впился зубами в пятку Филиппа и выкусил на топтыш. Кровь ударила фонтаном. «Голубчик, голубчик», — прочавкал модуль, премного довольный собой. Филипп завыл и пополз к выходу. Доктор опередил его со всей подобающей возрасту резвостью и распахнул дверь. «Перевязочку оплатите на ресепшене. И отдельно укольчик от бешенства. Обязательно, голубчик. Да, у нас есть ветеринарное отделение, и там я тоже принимаю по нечетным числам». «Нет ли у вас собаченьки? Приводите ее, голубушку, поскорее ко мне».